Здравствуйте, друзья! Вообще нет никакого настроения не выходить в эфир, не снимать что-то. Нет, всё нормально, погода испортилась. Но я, собственно говоря, не удивлена. Ещё перед отъездом дочки я говорила, что на майские праздники, именно на первые, как правило, портится погода. Если гесметио не обманывает, то до пятого числа. И заморозки на почве, бедные наши дачники, садовники, огородники. Надеюсь, у них ничего не помёрзнет. И дожди, как видите, небо какое. И холодно. Я вот уже дочке рассказывала. Один раз в моём глубоком-глубоком детстве, по-моему, то ли пятый, то ли шестой класс, наш класс выиграл участие в первомайском... А как назывался? Демонстрация, парад. В общем, вот в этом шествии мы должны были пройти в костюмах национальных республик. У меня такой красивый был костюм. Я, правда, не помню чей. По-моему, Киргизия. Знаете, внизу белая такая, блузон такой белый. Такие же шароварчики атласные. Сверху такой пан-бархатный, как жакет или как-то... Нет, ну, удлинённый, как плащ, что ли. Не знаю, как назвать. Куртка. Платье такое до колена. И очень красивая шапочка тоже пан-бархатная, с такими пёрышками, как у лошадки в цирке. И мы пришли, такие все нарядные, такие все красивые, и пошёл снег. Поэтому бедные родители, по-моему, инфаркт тогда схватили, потому что, ну, дети перед трибунами как бы раздетые же шли. Снег идёт, дождь идёт, ветер ледяной. Настолько было холодно. Вот я запомнила эти ощущения. Красивые кустики, да? Я не знаю, как они называются. Мы их в детстве называли невестами. Потому что, когда они целиком расцветут, они прям будут покрыты белым цветом. Не будет практически листьев видно. Вот такие вот воспоминания. И каждое первое мая похолодание. Обычно, раньше говорили, о, черёмуха цветёт, дуб цветёт. Но здесь нет ни черёмухи, дуб это в лесу. Я видела там несколько дубов. Ой, может быть, сегодня с Бэби сходим погулять в лес. Вот. А к 9 мая, как правило, погода налаживается. Очень хорошо тоже это. Помню, что прямо... Ой, господи, как я испугалась. Вы видите, там две фигуры. Я думала, какие-то дети окаменевшие так странно стоят. Как в фильмах ужаса. Так увидишь, испугаешься. Ещё и цвет у них такой не бодрящий, прямо скажем. Вот. Вчера ходила, подстриглась. Сегодня ходила, сделала маникюр. У меня абсолютно революционные настроения. И маникюр у меня вот такой. Офигеть, да? Нет, почему я? Я красила красным цветом. Но, во-первых, я никогда не делала гель красный. Потому что это же не на один день. Если тебя будет раздражать, то надо снова потратить и время, и сумму, чтобы тебе переделали твои ногти. Слушайте, я вообще где нахожусь-то? Мне домой надо. У меня там Бэби. Мы с ней утром не гуляли. Я не то чтобы проспала, я какая-то проснулась слишком вялая. И она тоже не хотела вставать. Меня это сильно обрадовало. И мы гулять не пошли. Зато я когда собиралась на маникюр, она подумала, что мы собираемся гулять. И сильно обиделась. Вы любите ходить по салонам красоты, по спа? Для меня это наказание. У меня есть приятельница. Ну, зато результатом я довольна. Время убито. Но теперь долго-долго можно не заниматься ногтями. Вот у меня есть приятельница, которая обожает салоны, спа. Она договаривается с мужем, что какой-нибудь день она, главное, еще и просыпается рано-прирано, чтобы записывается на полный день на все, что только можно. А если, ну как, ну, не хватает ей на то, что только можно, она все равно там проводит целый день. Сидит в кафетерии, пьет кофеек или сок, или вот этот вот кислородный коктейль. Ой, посмотрите, какая красивая... Как эти значки называются? На морде какой красивый значок. Вот. А для меня это наказание. Я, когда иду в салон, я прямо иду, знаете, ну, не хочется. Я вообще не люблю сейчас всякие вот эти вот темы, но, тем не менее, иду как на похороны. Да, вот такая вот я странная. Посмотрите, эта сирень будет вся-вся-вся в цвету. Все, я с вами поболтала, пока шла до подъезда. У меня здесь все рядом. И салон рядом, и все рядом. Малышка! Моя маленькая малышка! Моя крошечка! Сейчас, Бебечка, я вымою ручки, разденусь и с тобой поздороваюсь. Не надо, ручки грязные. Бебен, Бебен, не обижаешься? Сейчас я отдохну и пойдем с тобой на улицу. А еще, кроме маникюра, у меня сегодня доставка из Сбермаркета. Если честно, я, по-моему, около недели собиралась все заказать. Меня просто убивали цены. Я раньше делала заказ в Сбермаркете, даже не в Ашане. Я раньше из Глобуса заказывала. Это магазин на порядочек, собственно говоря, подороже, чем Ашан. Ашан, я его считаю все-таки относительно таким социальным. Ну, то есть с разбросом цен. Можно найти дороже, можно найти дешевле одну и ту же продукцию. Так как в Ашане предоставлены многие-многие названия фирм. И почему я так долго тянулась с заказом? Я постоянно ходила в мои ближайшие сетевые магазины и смотрела, могу ли я какой-то продукт тут в магазине купить дешевле, чем заказать в Ашане. Ну, единственный товар, вы сами знаете, это вода. Потому что я воду заказываю, ну, примерно, ну, стараюсь пореже, в общем-то, да. Одну воду мне никто не повезет. Если заказать пять воды, это все равно не сумма заказа, которую повезет доставка. И у меня хранить негде. Это абсолютно, ну, как сказать, другой вопрос, да. Так вот, к чему я? Да, у меня просто легкий шок случился. Я раньше делала заказы в Сбермаркете. Я заказывала и свой чай дорогой. Ну, вы знаете, я всегда говорю о том, что у меня есть единственный сорт чая. Это Ахмат Оранж Пико. Вот, и он сейчас очень дорогой. Если я нарывалась на скидку, конечно, я заказывала и не одну, а даже две пачки, как говорится, впрок. И молоко, и творог, и сметану. В общем, я там заказывала очень-очень большую доставку. Если интересно, у меня есть отдельные ролики про распаковки. Я сегодня даже распаковывать не буду. Тут показывать нечего. Тут буквально несколько наименований. Они чисто вот такие, как вам сказать. Вы, по-моему, знаете, я говорила, что я собираюсь еще раз пройти курс диеты магии. Это 28 дней. И мне там понадобятся яйца, курица, мясо, овощи, апельсины. Ну, вот я вот, собственно говоря, только это и заказала. Здесь вот, видите, маленькая сумочка. Вот она. Вот она. Это все овощи. Здесь килограмм помидоров, килограмм огурцов, два килограмма апельсинов. И одна капуста. А, нет, еще красный перец. Он безумно дорогой. Там была акция. Я поэтому заказала килограмм. Ну, по-моему, мне звонил с утра сборщик. И он сказал, что чуть меньше килограмма получается. Я сказала, ну и ладно. Как-то поужмусь, подужмусь. Вот. Это у меня в пакетике одна единственная бутылочка, очень литровая, ополаскивателя. Рублей 70 стоит. Поэтому даже на это не смотрю. И здесь три пакета молока. Они этого, Ашановской, по-моему, фирма. Каждый день это чья? По-моему, Ашановская, да? Полтора процентное молоко. Оно ультрапастеризовано. Поэтому хранится черт знает сколько времени. Не обязательно в холодильнике. Я просто выношу на балкон, и оно там стоит. Это вот очень недорого. И вот это вот яйца, вода, вот там вот только курица, никакого, ни мяса, ни рыбы. Ничего я абсолютно не заказывала. Курица вся, абсолютно вся по акции. Овощи, курица, яйца и вода. Ну вот я говорю, я это не считаю, потому что это, по-моему, ну около 200 рублей. Вот это вот молоко и ополаскиватель. Вот это 3500. На что? За что? Что я купила? Я вообще ничего не купила. То, что я заказывала раньше, даже на меньшую сумму у меня обходилось. Я, наверное, и творог, и сухофрукты, и молоко, и сметану, и йогурт. Ну да, я не заказывала воду. Но в Ашане вода 19-литровая, самая дешёвая из всех магазинов. Почему я и заказываю в Ашане? Она около 300 рублей, эта бутылка стоит. Тоже дороговато. Но, тем не менее, доставка намного дороже обходится, потому что доставляют воду из Москвы. Ближайшие водовозы у нас московские. И это обходится очень дорого. Вот. Я в шоке. И вот, как не послушаешь, ничего не изменилось. Мы живём, как жили. Да как вы живёте, как жили, я не могу понять. Как вы живёте, как жили, если огурцы с помидорами, к ним не подступиться. Просто не подступиться. Нет, все живут, как жили. У нас единственное, бананы, и то они, по-моему, в два раза, что ли, подорожали. Но я их не ем вообще. Я вообще не ем бананы. И не из-за того, что можно, не можно. Я их не люблю. Я их не ем. В общем, ну вот, жутко я разозлилась из-за этой доставки. Я говорю, такого вообще не было, чтобы я, как, отложила товар в корзину, да, и несколько дней думала, от чего бы мне отказаться. Но такого вообще не было никогда. Так это я ещё не всё купила для диеты. Мясо я не купила никакое. Вообще никакое. А мне нужно, я не знаю, килограмма полтора-два, по-моему, на диету мясо. И рыбы я никакой не купила. Ну, у меня вроде как в морозилке какие-то остатки, одна-две рыбины валяются. Ещё мы с дочкой покупали. Вот так вот. Вот так вот. Я вообще в шоке. В общем, день у меня сегодня вот так и прошёл. Ну, то есть я сходила на маникюр с утра. Достаточно. Вот, ну, как, вроде бы мастер такая шустрая, и так как-то быстренько всё делает. Но, тем не менее, это полдня угроблено. Я пришла, какая-то, не знаю, в общем, поела, легла полежать. Ничего не делала. Потом вот ждала доставку. Доставка приехала, сейчас оденусь, пойду бэби выведу, а то она у меня такая злая на меня. Ну, как, ну, у меня собака не умеет злиться. Она всё больше обижается. Но я же вижу, что она недовольна сегодняшним днём. И вечерком посижу, смонтирую, даже не помню, что у меня там дальше идёт. По-моему, введенское кладбище. Опять сплошные кладбища. Ну, я не знаю, посмотрите, это интересно. Ну, всё, друзья, наверное, я, может быть, пару кадров сниму на улице. Похолодало, холодно, ничего неохота делать. Отопление отключили в квартире, тоже холодно. Чё я ною? Чё я ною? Как и обещала, с улицы пару минут идёт дождь. Бэби, поэтому в утеплённом дождевике. Она терпеть не может дождь. Я тоже в пальто с капюшоном. Даже на ногах у меня угги, такие коротенькие. А у меня нет резиновых сапог. Конечно, неплохо бы этим озадачиться, но, как я уже говорила, я не хочу приобретать лишние вещи, от которых всё равно потом придётся избавляться. Время восемь. Где-то у нас чё-то салют стреляют. Я не знаю, почему телефон показывает, будто бы у меня на улице светло-светло. На самом деле на улице темно, на улице противно, на улице мокро. Но мне нужно хотя бы заставить собак... Ну, как заставить? Хотя бы пробежаться с собачонкой. Даже если она не будет ничего делать, а она может ничего не сделать. Она просто не любит такую погоду. Но зато она убедится, что на улицу она не хочет. И это исправит её настроение. А то она дома невозможной становится, если с ней не погулять. Она будет обижаться, она будет требовать, чтобы я лежала непрерывно на диване. Её чесала, она не будет мне давать ни на кухню уйти. И я их боюсь до ужаса, этих электросамокатов. Очень хочется сходить погулять в лес. Но не в такую же погоду. Видимо, майские праздники придётся провести дома. И в Москву не поедешь. Там центр весь перекрыт. С 28 апреля его перекрыли. А как-то то, что я хочу, куда хочу съездить, так или иначе относится к центральным каким-то этим улицам. Сейчас обычно только по паспорту, по регистрации пропускают через зацепление. Ой, всё, я отключаюсь, друзья. У нас прям пошёл такой хороший, ну не ливень, но очень хороший дождик. Вот грязище, и телефон мокрый. Сейчас Бэби тоже закапризничает. Надо ей капюшон надеть, но она его не любит. А так это хороший дождевик. Видите, даже попка прикрыта. Там есть такой этот самый. А всё, она скукожилась. Сейчас мы дойдём до конца олейки, развернёмся и пойдём домой. Спасибо, что вы сегодня были со мной, терпели мои капризы, что ли, как назвать-то. В общем, то, что я сегодня всем недовольна маникюром, недовольна доставкой. Не, маникюром я довольна. Я недовольна тем, что полдня угробила на маникюр, потом ждала доставку. Поэтому, ну не люблю я такие дни. Эти дни я же сама себя называю обломовым, потому что, ну я не люблю, когда день строится не моими планами, а планами как бы, ну я сама их сделала. Я же сама записалась на маникюр, сама заказала доставку. Но тем не менее, меня же вынудили идти ко времени на маникюр и там сидеть. Потом ко времени ждать доставку. В Сбере хорошо. У них короткие, в Сбермаркете, короткие промежутки доставки в 2 часа. И они обычно, ну по крайней мере, вот ко мне, допустим, у меня сегодня с 4 до 6 была доставка. Пол пятого эта доставка была уже у меня. То есть я так понимаю, что они планируют свой маршрут от дальней точки, ну к удобней, удобной им какой-то ближней точке. Ну допустим, где они живут или как там, где паркуют машину на ночь. Вот поэтому этой доставкой я очень довольна. Собирают отлично, нет никакой просрочки, чуть что звонят, советоваться. Даже звонят, советоваться, что допустим, вот я заказала что-то, ну тоже капусту. У них идет она от 2 килограммов, да? Нет, до 2 килограммов они указывают в цене. И тут же сборщик звонит, спрашивает, ой, я, говорит, качан 2 200 только нашел. Я говорю, да без проблем. Ой, а помидоры получаются, ну там что-то на 50 грамм меньше. Я говорю, да без проблем. Ну в общем, молодцы. И смотрят, вот я заказала, у меня же диета яичная. Я заказала 3 десятка яиц, еще ни разу битые не привозили. Ой, какой, какой от них запах. Что это такое? Мне кажется, это Барбарис. Он кругом, он здесь массажен. Такие яркие кустики, даже во время дождя и непогоды радуют глаз прелесть. Вот, бабочки, давай разворачиваемся и пойдем обратно. Вот, друзья, спасибо, что вы со мной погуляли, скрасили мое это недовольство всем на свете. Но я не знаю, что со мной происходит. Дело в том, что, как я говорю, что эта погода планы нарушила. Мне хотелось в лес, мне хотелось в Москву съездить. В общем, кто ж поедет? Я не поеду в такую погоду. Я не люблю такую погоду. Поэтому опять прозябание в четырех стенах. А главное, что уже даже на стрижку, на маникюр не сходишь, потому что уже и стрижка, и маникюр сделаны. В этот раз я ничего, не то чтобы я в восторге, это третий салон, который я пробую здесь, в этом районе. И я наконец-то увидела, ну, то есть я взяла уже визиточку, я написала имя мастера, который меня стригла. Это обозначает, что я более-менее ничего себе с ребенком гуляю по этой погоде. Тоже, наверное, как я с Бэби, чтобы не капризничала. Я более-менее довольна этим мастером. По крайней мере, я увидела, что она старается сделать то, что я прошу сделать. А не как она это себе представляет. Прошлые два салона мне не понравились. В одном салоне, мне кажется, что мастер боялась делать, как я прошу. Ну, то есть, я говорю, вот здесь вот прямо коротко снимайте, потому что у меня здесь больше волос, чем на макушке. И поэтому, чтобы компенсировать, надо вот эту густоту все снять. И она такое ощущение, что она боялась это сделать. И я осталась не совсем довольна. Ну, и цена там была слегка как бы завышена. Ну, ладно. А во втором салоне я вообще была в шоке. Мне вообще хотелось заплакать от этого ужаса. И вот сейчас третий салон. По крайней мере, как я говорю, что я увидела, что мастер старается сделать то, что я прошу. Поэтому я схожу еще раз к ней в следующий раз на стрижку. Посмотрим, запомнила ли она меня, помнит ли она мои требования. Ну, и пусть усовершенствует то, что она начала. У меня есть легкие претензии. Но это такие несущественные. Типа, я височек просила тоненький. Она его сделала слегка таким, как бы... Ой, зажглись фонарики. Стало так светло. Она сделала его таким, как бы, плоским, но не особо тоненьким. То есть его двумя пальчиками не сделаешь, как помните в фильмах сороковых. Раз-раз на висках такие золикушечки. Ну, все, друзья, я наболталась. Мы уже подходим к дому. Гуляли 10 минут. Сейчас мыть ее полчаса. Все, всем пока-пока. Еще раз спасибо за то, что сегодня скрасили мой день. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...